Вот и настало время подвести итоги месяц после перехода на аккаунте без доната. И теперь-то я точно могу сказать, что ТХ-11, которая сейчас и которая была раньше, это абсолютно две разные вещи. Ну и помимо прокачки, я бы сегодня на Кинге хотел прокачать усики и, конечно же, их протестировать. Всем здорова, друзья! С вами Тим, и это новое видео по игрушечке Clash of Clans, рубрика «Не доначу». Предновогодний выпуск. Хотел я, конечно, спустя месяц записать результаты прокачки после перехода, но просто-напросто не получится, ведь я в этом году хотел подвести итоги этого аккаунта и также основного. Поэтому записываю за пять дней. Я где-то второго или третьего числа переход записывал, поэтому еще месяца даже нет после перехода, а уже прокачка достаточно внушительная. К чему я вообще сегодня начал записывать этот выпуск, это то, что в голове у меня всплыла информация из прошлого. Олды-то точно знают, какая раньше была ТХ-11 и какая она сейчас, так как я вспоминаю даже ту же самую ТХ-9. Вы вспомните, почем там забор был? По три миллиона мы качали забор до десятый уровень, а тут за сколько я качал, а? Да, помните? Я его за три часа весь забор прапал, елки-палки, как это вообще понимать? Конечно же, больше ратуш и низкие ратуши уменьшают в прокачке, ускоряют точнее, даже можно так сказать, чтобы мы не задерживались на низких ТХ и поднимались выше. Да-да, ТХ-11 уже низкая ратуша, вот так вот все это и работает. Кстати говоря, фигай себе, робот работает, точнее ОТО или БОП, ну короче, не важно. Такс, к чему я все это веду? Напишите в комментарии, кто помнит, сколько стоил забор на ТХ-11 до 12 уровня. На прошлой ТХ-11, кто не понял. А про героев-то что сказать? Вспомните, мы качали с 30-го, по-моему, уровня по 7 дней, тут же уже меньше времени, по 6,5 вроде. Ну вот, королеву мы поставим 5 дней, это без пропуска, без нифига, 5 дней на 50-й уровень. Написали в прошлом видео, просто, почему ты говоришь, что у тебя фул герои, ведь они нифига не фул. И это факт, да, однозначно. Но тем не менее, за такой короткий срок, вот когда было такое видано, чтобы я вкачал с нуля хранителя уже до 15-го уровня. А королеву так и вообще зафулил, кто там говорил, что она не фуловая? Я вообще вас не понимаю, где вы видите не фуловую королеву? Она фуловая, как бы. Судя по вот такой прокачке за такой короткий срок, можно уже делать какие-то выводы. Например, если вы будете играть после перехода без героев абсолютно, то есть ставить нон-стопом их троих на прокачку. 100% за месяц вы успеете вкачать и королеву, и короля до 50-го уровня. Ну и, естественно, хранителя с нуля поднять до фула. Так как я не качал хранителя нон-стопом, и кинга вообще не трогал, из-за этого они у меня вот такого уровня. Но зато есть и положительные стороны, это прокачка основных построек, лагеря, хранилища. Также я уже и деф даже подкачал. Адские, орел и арбалеты уже фул, и это за такой короткий срок, это же нереально быстро. То есть формально остается прокачать только второстепенный дефенс, и на этом все. Как раз я так подсчитал, что к этому времени у меня и хранитель уже будут фуловые, и король. И тут назревает еще одна проблема. Я, честно говоря, удивлен, что за месяц я, ну, вкачал, конечно, лабораторию, но не так серьезно, как я это делаю на основном аккаунте. И все из-за отсутствия пропуска и волшебных предметов. Поэтому, если у вас этого не имеется, то ее вы будете прокачивать миллиард лет. Вы просто посмотрите, сколько всего тут нужно апать. Это даже вот эти вот баночки, которые я покупаю у цыгана, никак нам не помогают. Потому что я их каждую неделю по три беру, и, соответственно, это даже не прокачка одного юнита. Вот тут-то разработчики должны точно уменьшить время, так как одна постройка дефа равняется одной прокачке юнита. Ну и юнит-то один качается, а постройке дефа сразу можно шесть качать. И да, это еще, кстати, с учетом того, что у меня шесть строителей, а не пять, как у обычных игроков. Работы по прокачке подкинула последняя обнова, так как добавилась кузница, вот это снаряжение, и из-за этого пришлось ее апать до четвертого уровня. Кстати говоря, я удивился, что кузница апается только до четвертого левела, то есть кукол для королевы мы открыть уже не сможем. Это открывается на ТХ-12. Ну, возможно, такой баланс, и это правильно. Все это время я копил руду, блестящую, сияющую, звездную. Я уже подсчитал, насколько мне хватит. Я, как сказал ранее, я сегодня буду тестировать усики. Да, конечно, я сказал, что буду еще покупать перчатку и на големы одевать. Но, блин, я передумал, я смогу это сделать попозже. Сейчас мне хочется максимально все снаряжения протестировать для видео. Да и самому тоже узнать, что круто, что нет, перчатку мы тестировали. Ну, и все, больше, по сути, ничего не тестировали. Да, все это дорого. Но в следующее видео точно будем тестировать уже куколок на королеве. Но это уже на основном аккаунте. Тут, как вы понимаете, я попросту не смогу этого открыть. Естественно, сладкий замес я полностью прошел. Ну, медали еще, конечно, не все заработал. Но обязательно заработаю, есть время. Сейчас будет добыча уже скоро по 900, по-моему. Поэтому это точно не проблема зафармить остатки. И сейчас же собираем отсюда все привилегии, все награды. Ну, скорее всего, тут больше нихренашеньки и нет, кроме блестящей и сияющей руды. Просто звездную бы сюда хотя бы чуть-чуть засунули. Но они прошаренные и понимают, что звездная руда будет добываться везде абсолютно тяжело. И самое печальное, это качать эпические снаряжения. Там нужно, блин, 350 или 400 звездной руды. Это будет нереально, я бы даже сказал. Так как, ну, я не знаю, сколько это надо копить. Это надо копить реально полгода, чтобы прокачать одно снаряжение. Но это очень долго, однозначно. Возможно, где-то еще будут засовывать это звездную руду. Но покупать за медали рейда, ну, как бы, я не знаю. Точнее, не за медали рейда, а сладкого замеса вот эти печенечки. Но за медали рейда я бы купил, кстати говоря. Возможно, сюда добавят, и это будет очень круто. Хотя бы 10 или 5 покупать, будет вообще просто нереальная помощь. Так как блестящей и сияющей руды абсолютно всегда много. Не хватает именно звездной. Короче говоря, давайте посмотрим, до какого уровня я смогу проапать усики. Но я примерно уже понимаю, потому что все упрется в звездную руду. И, по-моему, до 14 или 13 уровня я смогу только лишь проапать. Так, бамс. Но самое приятное, что я тестирую эту способность не первого уровня, а сразу с нормального, хорошего такого уровня, который будет показывать всю пользу этого снаряжения. Уже 10 уровня, руда потихонечку кончается. Но, заметьте, пожалуйста, мы до сих пор не тратили звездную руду. И все. Да, а! Что, даже так? Офигеть. Фул усы за один ролик. И вот, ваша ТХ-11, пожалуйста. Я, честно говоря, не ожидал такого поворота, что фуловое снаряжение будет 12 уровня. Хотя, что не ожидал-то у меня... Ну да, я не ожидал, как бы, я думал, что... Нам, кстати, почему дали... Почему всего 6 уровня дали обычные базовые способности? Это же капец, сколько нам качать придется их с нуля. Они еще и дорогие, кстати говоря. Но, слушайте, тогда можно через какое-то время тут, в принципе, и перчатку купить и протестировать. Потому что, я думал, что руды будет потрачено поболее. А, как оказалось, я и звездную-то не потратил. И блестящее еще осталось прилично. Так что, в будущем, по-любому, здесь будем тестировать перчатку на големе. Мой самый главный совет, если вы прокачиваете твин, как я, то не спешите прокачивать забор. Да, я его вкачал достаточно быстро, за 3 часика. Но, на сегодняшний день, мне ресурсы вообще не нужны, кроме Дарка. И это не проблема в целом, но, тем не менее, вас постоянно атакуют и постоянно сносят, и вы теряете кубки. Что, конечно же, не хотелось. Но, если бы ресурсов не было, то, очевидно, что вот таких вот дефов бы не было. Хотя, в принципе, более-менее даже, кстати, держит. И, да, я самый такой, наверное, фармовый чувак, который попадается им. Так как у меня сборщики фул, хранилища фул. И они все забирают вместе с Дарком, которого у меня почти уже и нет. И это печально. Итого, что получается? Мы скачали с вами снаряжение. У меня остается 2 строителя. А, точно, я забыл. Я же хотел в начале видео еще поднять этого машину-убийцу. И сразу же применить снаряжение, а то я пойду в бой и забуду это сделать. Я думаю, что ярость, ну, однозначно ярость, и плюс усы будет идеально смотреться. То есть, отхиливается, и плюс еще и яростный после прожатия. Кстати, давайте характеристики чекнем, сколько здесь 200. И все, в принципе, да, больше ничего такого нет. Ну да, не написано. Ну, ладно, не фулловая, но тем не менее, она фулловая для этой ратуши. Поэтому посмотрим на максимальную пользу этого снаряжения. Также закончились игры кланов. Я еще не собирал награды. Поэтому предлагаю вам сделать это сейчас. Тут собираем гемы. Тут собираем гемы. Тут собираем... Ну ладно, лабораторию я все-таки быстро же прокачиваю. Поэтому надо бы. Тут собираем тоже гемы. Тридцаточка залетает отлично. Тут ускоряем прокачку. И тут я могу собрать уже две книги сразу же. Точнее, руну и книгу. Бамс. Ну, гемы, конечно, тоже круто было бы. Хотя, подождите, зачем мне руна, если я ее потом где-нибудь тоже смогу получить? Давайте гемы соберем. Я все-таки книги для геров покупаю. Окейушки. Гемы, значит, гемы. 160 общее количество. И вот такие волшебные предметы я собрал. Замечательно. Теперь-то точно могу с уверенностью пойти в бой и тестить новое снаряжение. Я тут немного глянул на свои волшебные предметы. И хотел в этом ролике что-то потратить. Но опять получается так, что я ничего не потрачу. Ну, кроме того, что потрачу три зелечки на строителей. После того, как я поставлю всех строителей. Сейчас же предлагаю вам на лабораторию немножечко заюзать. И так же я что-то подумал, а зачем мне в этом ролике как бы прокачивать перчатку, открывать. Я же еще печеньки не все зафармил. Это я сделаю потом. И так как сейчас есть руда, предлагаю вам базовую способность зафулить, которую я 100% оставлю. И она в будущем пригодится. Поэтому прокачиваем базовую способность. Так же до фула. Конечно, если получится. Я думаю, что получится. Нет, не получится. Ну, кстати говоря, все равно неплохо. Несколько левелов вкачали. Тут, конечно, уже блестящей руды нам не хватило. С фармом тут точно проблем нет. Я недавно записывал на своем основном аккаунте. И сказал, что фарм такой же, как на ТХ-9-10. И это действительно так. Потому что фарм не меняется на этих ратушах абсолютно. То есть, что я на ТХ-16 фармлю 700-1 миллион. Что на этих аккаунтах я фармлю такую же сумму. Да, сейчас, конечно, от лиги зависит еще и бонус. Как бы, ну, не более. Как бы, он примерно такой же. И это факт. Так, давайте посмотрим. А, я же хотел усы протестировать. Блин, скинь. Да, да, да. Ну, блин. Я хотел просто изначально быстренько эту базу снести. И протестировать усы. В итоге я нубас. Ёлки-палки. Он и так отхилился. Надо знать. А, хотя, зачем я вообще напал на заброшку? Ну, ладно. Я просто хотел сказать насчет того, что фарма тут реально много. И фармится все очень легко. Особенно, когда у тебя все герои. До этого я играл, кстати говоря, одним героем. И это королева была. Харан опять у меня сегодня на прокачку. Кинг опять сегодня на прокачку. Поэтому, пока я не вкачаю, придется инвалидным аккаунтом таким вот пользоваться. Не в обиду, конечно. Но, сейчас нам нужно найти знаете чем? Так как у меня полный состав, то есть войска, герои, все имеются. Предлагаю вам найти нормальную такую ТХ-11, где есть абсолютно все. Не заброшенное. И уже полноценно сделать заходочку из кинга королевы. И потом его прожать на него посмотреть. Сколько он будет отхиливать себе. Ах да, почему я все же решил прокачать до фула эту базовую способность? Да, все просто. Я так подумал. У меня есть еще один аккаунт, на котором я тоже уже практически полностью прошел сладкий замес. И там есть тоже король-голем. Поэтому, скорее всего, я там куплю перчатку и сделаю одно видео на том аккаунте. Сами понимаете, что за аккаунт. И хаш с над с первым левлом дефа. А тут же, так как аккаунт без доната, и все-таки что-то нужно оставить с этого пряничного оформления. Точнее, с пряничного праздника. Или, как сказать, короче, вы поняли. Так как пропуск я здесь не покупал. Да ничего я здесь не покупал. И, по сути, у меня ничего не осталось, кроме вот этой печки. Но она есть у всех. А другого здесь ничего нет. Поэтому я думаю, что все же на этом аккаунте я прикуплю скин. Ни одного важного дефа не стоит на прокачке. А также это вроде как фулл ТХ-11. Ну, не считая забора каких-то еще построек. Но, тем не менее, прокачка хорошая. Самое главное, что это не заброшка. Поэтому закидываем по углам два героя. Точнее, одного героя. Тут я два же скинул. Ёлки-палки, какого фига изначально туплю. Ладно. Закидываем садницу на баране. Также хранитель. Также две печенежечки. Бам-бам. Фризик вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Все подфриживаем. Короче, в центре тут прям идеально фриз залетает. Точнее, блохи. И, блин. Самый-то прикол, что вот эти бараны-то устремляются вперед. И Кинг просто-напросто не получает такого урона, чтобы посмотреть, насколько он будет отхиливаться. Поэтому фризы я сейчас не буду использовать спецом. Ну, давайте, поверху, ладно, использовать буду. По низу нет. Ну, вот, смотрите. Арбалет фигачит по нему. И, ну-ка, давай. Оп. Оболчу. А он точно 200 отхиливает, слушайте. Смотрите, арбалет как бы фуловый стреляет по нему. Так, давайте храна прожмем. Сейчас мы там просто не затащим. Все, внимание на Кинге. Слушайте, он соло впитывает урон от башни лучниц, пушки и арбалета. Ну, практически впитывал. И это, блин, я не знаю. Слушайте, это всего 12 уровень как бы. Да, сразу фуловый для ратуши. Но, тем не менее, он соло просто, можно сказать, без королевы одну область расфигачил. Королева била онли постройки. То есть, дефенс даже не затрагивала. А тут, как бы, Кинг живет, живет, ему все пофиг и пофиг. Я, честно говоря, не знаю, с какой связкой даже уже теперь на основном аккаунте играть. Я же тут сразу же думаю про основной аккаунт. На мелком аккаунте пофиг, любое снаряжение закидывай, и ты будешь тащить, в принципе, без проблем. Мне понравилось. Однозначно. Кстати говоря, напишите в комментарии, кто тоже так же усы уже вкачал до фула, как и я. И понравилось ли вам или же нет. Мне зашло с первой тестовой атаки, очень зашло. А представьте, что Кинг будет делать под прикрытием танков, а не всадниц на баране. Это будет просто редко снаимба. И, кстати, он же нифига не фуловый еще. 50 уровня был бы, разница еще была бы ощутимей. Ну, хп чуть побольше там, например. Но, ладно, это уже не важно. Ставим на прокачку башню-бомбежку. И ставим на прокачку двух героев. Все, наигрался, получается. Не, ну а что поделать? Надо фулить, как бы. Поиграть я всегда успею. Но в этом году все. Это уже подвод итогов на моих аккаунтах. Поэтому вот такая вот прокачка у меня в конце года на аккаунте без доната. И сам это прикол, что этому аккаунту еще нет года. Этому аккаунту примерно месяцев 9-10, наверное. То есть за год я уже потом сделаю отдельное видео и покажу результаты за год игры в Clash of Clans на новом аккаунте без доната. Сколько раз я сегодня это сказал, не знаю. Но, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok